привет посмотрел терминатор темные судьбы и хотел пару слов до об этом сказать фильм вообще я бы разделил на две составляющие такая драматургическая составляющая и такая экшен если говорить об экшене то это отлично сделанная штука да прекрасный прекрасный в этом смысле фильм все очень ловко очень хорошо смотрится очень напряженно меня как зрителя получается по погрузить в эту ситуацию в этот мир в этот в эту атмосферу да и я переживаю за героев вот тут собственно особенно говорить нечего да это надо смотреть и смотреть скорее на экране если вы поклонник какого-нибудь ну например второго терминатора даже не например а вот второго именно вы поклонник тогда вам скорее всего это понравится да вот не уверен что эффект будет вы слову такого же качества если вы будете смотреть на телевизионном экране это как-то не факт но на экране кинотеатра это все очень-очень мощно про драматургию но тут конечно все сильно слабже хуже и вообще в очень кисло ну начнем с того что они сейчас будут спойлеры поэтому если вам вдруг хочется посмотреть и без спойлеров лучше выключайте сразу смотрите они убивают джона коннора и это отличный прием на самом деле тащить этого уже не живого джона коннора из серии в серии в серию уже прям сил не было него смотреть неправильно они его сделали что они его грохнули как бы развернули историю таким образом что скайнет не не возник да не получился скайнет не не случилось этой истории но случилась история другая да похожая то есть возник другой искусственный интеллект но не возникло создали которые тоже ну про по сути это та же история просто с другими названиями и есть другой лидер сопротивления который возникает который приезжает у прилетает убить робот присылает также защитника этого лидера и по сути это в общем пересказ в общем не суть не в этом суть в чем главная проблема на мой взгляд главная проблема в том что эта история немножко уже поднадоела и я честно говоря когда джона коннора убили и пошла вот эта телега подумал что они сделают такой очень ну хороший мне казался ход и очевидным да с гибелью лидера сопротивления вот этого которого саха охраняют но этот лидер сопротивления гибнет но не гибнет лидер сопротивления да гибнет конкретный то есть суть в том что лидер все равно возникнет да все равно человечество будет стремиться к свободе да к независимости да и не имеет значения по сути кто в конкретную минуту лидер сопротивления но они этого не сделали они продолжают тянуть лидера сопротивления спасая его всячески странно мне всегда кажется когда вот это вот атмосфера внутри этого фильма игнорирует маскуль да ну вот в третий в третий его какой в генезисе героиня когда запирает джона коннора она его узнает мы пытаемся вспомнить его имя ты же как джон коннор ну как-то странно что она в каком-то лохматом году не знает про фильм терминатор то есть фильм терминатор игнорирует сам себя но это не то чтобы прям мощная штука претензия но в общем мне кажется это сомнительно некая не мне хотелось бы чтобы они как-то это по и по иронизировали что на этот счет вообще такой иронии не хватает конечно здорово этому проекту этому фильму очень странная история с роботом который исполнив задание убив джона коннора остался и тут начались некие то моральные моральные изменения он растил сына завел семью ну как-то мне все это конечно не показалось умным если честно про актеров играют актеры так себе средненько одна актриса прям классная мне понравилось она играет этого солдата присланного защищать вот этого нового лидера сопротивления но арнольд шварценеггер лиза гамильтон гамильтона хамильтон сара коннор героиня сара коннор они конечно очень сладенько все играют и главная героиня лидер сопротивления нет в ней этой харизмы нет этой мощи вот тот мальчишка с второго терминатора все же в нем была такая харизматичность да некая такая какая-то сопротивлялка у него такая была большая мне нравилось системы ему ему хотелось быть против да и как бы чувствовался за ним такой такая сила эта девочка такая вся такая вся прям девочка ну и конечно это очень феминистское кино потому что все героини девушки и они все спасают мир и только одна сволочь это главный робот он конечно этот мужчина главный паразит остальные все большие молодцы тетеньки спасающие мир так что это феминисткам должно понравиться все подписывайтесь на канал ставьте лайки и пока